Всем привет, дорогие зрители! Давненько мы не виделись на моем канале. Сегодня хочу сделать для вас максимально полезное видео в связи с сложившейся ситуацией в мире. Ко мне поступает очень много вопросов, запросов от зрителей из России, Украины о том, как сейчас можно переехать в Дубай, как можно сейчас переехать в Арабские Эмираты. Вообще, есть ли смысл это делать? И я получаю столько много вопросов, что я, честно говоря, вижу, что я не на все могу ответить, я не на всех вопросах разбираюсь. Вот сегодня специально для вас пригласила прекрасного специалиста-юриста Айман Яскараева на моем канале. Давайте я просто немножечко расспрошу вас, как вы переехали в Дубай, чем вы сейчас здесь занимаетесь, и потом мы перейдем к вопросам, на которые нужно ответить. Меня зовут Айман Яскараева, я работаю юристом, я юрист-международник, специализируюсь на законодательстве Объединенных Арабских Эмират. Уже четвертый год работаю партнером юридической фирмы Ауат Алярьяни. В целом, общий стаж работы у меня около 19 лет. Я переехала из Казахстана и специализируюсь на защите экспатов, в частности, русскоязычных, защите бизнеса. Давайте тогда сразу ответим на такие основные вопросы. Я думаю, что мы разобьем интервью на несколько частей. Первая часть будет посвящена у нас документам, визам. Какие сейчас нужны документы для того, чтобы приехать сюда? И как турист, и, например, чтобы переехать сюда долгосрочно, например. В долгосрочной перспективе для того, чтобы жить и продолжать здесь получать зарплату, или это же будет инвестирование в недвижимость, или это инвестирование в создание компании, вы получаете визу резидента. Чтобы получить визу резидента, в первую очередь нужно легализоваться. То есть это существует несколько путей. Либо вы переезжаете, получаете рабочую визу, но тогда вы официально трудоустраиваетесь. Очень важно официально трудоустраиваться. То есть сейчас есть люди, которые пользуются тем, что людям нужны визы, продают, предлагают, это очень опасно. То есть первое, что я предупреждаю, ни в коем случае не идите по нелегальным каким-то схемам. Первый вариант – это рабочая виза. Второй вариант – это инвестирование через покупку недвижимости. Если у вас на сумму от более чем 750 тысяч дирхам и более недвижимость, она полностью у вас оплачена не ипотека, то есть вы наличными оплатили, вы можете, ну я имею в виду, что закрыли, да, вы можете получить визу как резидент. И, соответственно, это, наверное, одна из таких быстрых способов тоже инвестирования, получения визы на себя, на свою семью. Это несовершеннолетние дети, это супруг супруга, да, могут получить. Второй или третий уже, можно сказать, да, способ инвестирования через создание компании. При этом не обязательно, да, активно работать. Вы можете, в принципе, в одной из фризон что-нибудь близкое к вам открыть, с минимальными ценами легализовать свою. И никто не проверяет в целом, да, чтобы вы активно работали. Здесь самый главный вопрос, чтобы вы подготовили ряд пакет документов, которые вы говорили, это, наверное, это самое трудное, это будет на этапе открытия банковского счета, да. Самое главное нужно понимать, что вне зависимости, какую вы визу получаете, за исключением рабочей визы, вопрос открытия банковского счета является ключевым. Нужно начинать именно с открытия банковского счета. Для этого необходимо показать платежеспособность, финансовую состоятельность, активы, но это должно быть легально. То есть банки сейчас очень щепетильно рассматривают под лупой, и сроки и так давно, можно было, как говорится, сроки были очень затяжные. Сейчас в связи с большим, скажем так, на рынке наплывом, в связи с возникшей ситуацией, очень много запросов на открытие компании, на открытие банковских счетов, поэтому это все затянулось. Вот из того, что вам нужно приготовить, если вы переезжаете с семьей, это свидетельство о заключении брака, это свидетельство о рождении ваших детей. Это все должно быть легализовано. Очень важно понимать, что легализация и апостиль – это разные вещи. То есть вы должны в это вникнуть, понять, у меня тоже на канале я разъясняю, то есть легализация – это многоступенчатая процедура, она занимает время. Ну и основные документы – это, конечно, диплом о высшем образовании, если вы трудоустраиваетесь, если вы как инвестор в компании, то паспорт, основные документы – это вот если портфолио показать, если вы получаете визу фрилансера, чем вы будете заниматься. Таким образом, виза рабочая, виза инвестора в недвижимость, виза как создаете компанию и виза как фрилансер. Вот это основные, самые распространенные пути переезда и легализации на территории Эмиратов. Вот эта резидентская виза, которую сейчас могут получить, да, я так понимаю, и россияне, и украинцы, и казахи, ее нужно делать, находясь на родине, или уже можно приехать сюда, в Дубай, например, по туристической визе. Как это работает? Для того, чтобы получить визу резидента, в любом случае вы должны быть на территории Эмиратов. Вы можете предварительно начать. Часто спрашивают, можно ли на работу устроиться, находясь на своей территории, онлайн. Но, если честно, это такая большая редкость, что можно сказать, что практически невозможно. Учитывая, какой наплыв, здесь местных охотнее берут, тех, кто уже сейчас на территории, поэтому сразу можно этот вариант отмести по рабочей визе. Что касается визы по любой другой визы, резидента, о которых мы сейчас уже разговаривали, то в любом случае нужно заехать, потому что вы получаете карточку, вы сами лично проходите медицинское освидетельствование, более того, снимают отпечатки пальцев и, конечно, ставят штамп на паспорт, то есть заезды, в любом случае нужно быть. Это один важный момент, и необходимо присутствовать лично при открытии банковского счета. То есть это такие два важных момента, когда вы можете, в принципе, теоретически начать открытие, допустим, компании, находясь на территории своей страны, но в любом случае через какой-то, скажем так, ориентировочно 10, может быть, дней, может быть, чуть больше, меньше, но вы приезжаете на территорию. То есть вы изначально начинаете открывать компанию, но когда на этапе вам нужно оформить визу резидента, вы в любом случае приезжаете. Такой был вопрос ко мне в веб-директ. Целая семья, да, муж у него был бизнес в России, и жена работала на какой-то наемной работе, сейчас у них двое детей. Вот насколько сейчас просто или трудно переезжать в семье? Смогут ли они нормально найти себе школу, да, детям русскоязычную школу, вот меня спрашивают, да, есть ли русскоязычные школы? Насколько вообще это сейчас хорошая мысль с целой семьей перебираться в Арабские Эмираты? К чему нужно быть готовым? Ну, во-первых, если вы перебираетесь в наши страны, объединенные Арабские Эмираты в целом, самое главное, нужно понимать, что эта страна дорогая. Где, если вы перебираетесь, допустим, не в Дубай, а в какой-то другой Эмират, возможно, там будет дешевле. Школы дешевле в тех Эмиратах, где, ну, Северные Эмираты или тот же Рассальхейма, или другой Эмират рассмотреть, но с семьей переезжать очень сложно. Первым делом я, в принципе, тоже рассказывала ранее в своих видео, с тех пор ничего не изменилось, это всегда большие расходы. Школы как были дорогие, так и стали. Поэтому здесь говорить о том, что что-то сделали, какие-то льготы, что-то изменилось, нет возможности. Нужно подготовиться, нужно иметь хорошую финансовую безопасность, потому что это дети, это наша ответственность за детей. И если они не говорят на английском языке, им будет очень трудно. То есть это я сама прошла со своими детьми, поэтому в любом случае их надо подготовить. Если же они не говорят, то можно и в русскую школу отдать, но однозначно и она по цене не дешевая. Все школы здесь, само собой, частные. Это организации, это платно, это в среднем 10 тысяч долларов можно сейчас рассматривать. Если вы хотите хорошую школу, нужно учитывать, это проезд, это оплата за учебники, это оплата школьной формы, это адаптация. Возможно, вам придется брать репетиторов. Расходы просто колоссальные будут. И если вы на первых порах не имеете зарплату, и плюс вам нужно снимать квартиру, вам нужно обустраиваться, вам нужно платить первоначальные платежи за аренду, даже если у вас есть на руках виза резидента. Поэтому такая авантюра, она очень чревата. Поэтому это такая серьезная сложность, это полная переезд семьи. Это взрослым тяжело, а детям тем более тяжело. То есть в новой атмосфере, новая школа. Если они не знают язык, это будет очень трудно. Ну вот сейчас вы бы, сравнивая, например, со Штатами, с Европой, рекомендовали бы вообще ехать в Арабские Эмираты? Просто я так понимаю, что сейчас, например, для россиян вообще практически нереально где-то еще получить визу. Даже для того, чтобы получить визу в Штаты, насколько я понимаю, ездили в Европу, а сейчас визы, я так понимаю, в Европу не выдают. То есть уже вот эта проблема с получением визы в Штаты. И получается, что Арабские Эмираты, а еще Израиль, по-моему, остался. То есть Арабские Эмираты чуть ли не единственное место, куда можно сейчас поехать. Допустим, хорошо, вот люди принимают решение сюда ехать. То есть у нас какие трудности, да? Это дорогое образование для детей, да? Дорогая медицина. Дорогая медицина. Хорошо. То есть для детей будет вот 100% дорого. А если, например, пара переезжает, да? Насколько, какие же у них будут расходы, какие у них будут сложности? Отвечая на ваш первый вопрос, Юлия, если вы преодолели первые трудности, то эта страна очень комфортная для проживания. Я бы сказала, я сама выбрала эту страну, также и в спокойное мирное время, когда не были какие-то границы закрыты, не было каких-то там, скажем, ограничений. На самом деле эта страна, она мега комфортная в плане проживания с детьми. Безопасность, это возможность заработка в том числе. То есть если вы предприимчивый человек, и в своей стране вы смогли добиться каких-то результатов, то имея, владея иностранным языком английским, вы в этой стране будете процветать еще больше. То есть эта страна, скажем, welcome всем, кто активный, предприниматель, кто готов трудиться, работать. Но, конечно, это же первые трудности у всех будут, это в любой стране. Поэтому я рекомендую, переезжайте в Эмираты, сами убедитесь, поживите. Ну, то есть вам будет замечательно в плане, если, ну, с детьми всегда тяжело в любую страну, скажем, переезжать. А если вы пара молодая, то, в принципе, эта страна прекрасная, дает возможности развиться молодым людям. Если даже вы не нашли работу, всегда можно подработать. То есть сейчас хорошее время, наверное, Экспо вот сейчас показал. И вообще, в целом, Эмираты благоприятная страна для получения визы, для проживания, масса преимуществ. Какой минимальный сейчас уровень английского нужен, чтобы переехать? Ну, какой там, intermediate, upper intermediate или прям нужно advanced уже сразу? Нет, вообще не обязательно advanced level. Сразу скажу, здесь очень многое зависит от вашей внутренней силы. Надо преодолеть барьеры, начать говорить хоть на любом уровне. Вы можете у себя за три месяца, я думаю, что если у кого какие способности, кто-то говорит, я там совсем не способен. Но язык это не талант какой-то. Это обычное, это выучить наизусть слова и выдавать их автоматически. То есть просто научитесь этому навыку, создайте себе такую среду. Но, с другой стороны, видите, жизнь когда вынуждает, если ты хочешь чего-то добиться, ты преодолеваешь зону комфорта. И язык это и есть вот тот первый инструмент, который вам понадобится, и он не обязательно должен быть отточен там, да. Ну, потому что вы же не будете работать в такой сфере, где вы будете переводчиком, там от вас требуют высоких там познаний. Как правило, для того, чтобы я вас понимала, вы меня понимали достаточно определенного словарного запаса и начать говорить. Если даже не понимаете, переведите на месте. То есть я вижу сейчас, я даже знаю успешных людей, которые уже 20 лет здесь живут и которые плохо говорят, но это не мешает им, потому что у них есть сила характера, у них есть идеи, у них нету стеснения, наверное, вот этого вот, которое нас сковывает. Очень много вопросов сейчас по поводу открытия бизнеса. В России было много бизнесменов и есть сейчас, и в Украине тоже. Люди пытаются понять, как вообще можно перевести то, что они делали. Или это нужно заново начинать вообще? Какие нужны документы? Вот если можно, давайте об этом поговорим, да. Как это устроено в Дубае сейчас? Самое основное, наверное, заблуждение большинства людей, что всегда требуется местный партнер. Местный партнер не всегда требуется практически большое количество бизнеса. Можно создать, можно самому открыть, если ты можешь открыть во Фризоне. Это определенные виды деятельности. Если у вас более сложные виды деятельности, где необходима именно ваша работа на всей территории мира, то в любом случае вам нужно регистрироваться в Dubai Mainland, это основная материковая часть. Мы регистрируем компании в этом случае либо через Sol Establishment, это компании, где вы стопроцентный владелец, но у вас будет местный поручитель, либо LLC-компания, это аналог нашего ООО или товарищества ограниченной ответственностью. Основные моменты, это вам нужно понимать, каким видом деятельности вы будете заниматься, потому что здесь все, что не разрешено, запрещено. У вас будет 2 или 3 вида деятельности, на которые вы получите лицензию, они будут примерно смежные области, и вы сможете тогда брать к себе работников, легализовать себя как инвестор, плюс еще свою семью перевести. И, конечно, вот этот момент, что либо вы во Фризоне открываетесь, но тогда у вас, возможно, вы можете работать без офиса, у вас будет флексидеск так называемый, либо у вас будет на материковой части бизнес там чуть дороже, но, опять же, зато там есть свои преимущества, вроде того, что вы можете официально работать с любой компанией на территории Эмират, вплоть до государственных органов, да, потому что Фризона, как правило, она вообще цель Фризоны, это работа за пределами Эмират, то есть это за пределами, это если у вас бизнес именно на это и рассчитан, что просто вы некую как менеджмент-компанию хотите создать, либо вы, в принципе, будете консалтинг какой-то вести, то очень много хороших возможностей дают разные Фризоны. Какие документы нужны для того, чтобы вы могли здесь... В принципе, самый главный документ – это ваш паспорт, это три наименования примерно, как вы будете называть свою компанию, вариации наименований, это ваш паспорт, въезд до страницы, это фотокарточка, фотооброса документа, и самые основные, наверное, это документы, диплом о высшем образовании, если отдельные виды необходимы, подтверждение вашего адреса проживания, подтверждением является квитанция банковская, может быть, выписка, где указан ваш адрес. Ну, я сейчас уже в детали ухожу, если вот людям надо, это, наверное, нужно консультироваться по каждой Фризоне отдельно, по Дубай, Мейнленд отдельно, потому что, ну, невозможно в одном видео охватить, там можно очень долго об этом говорить. Самое основное отличие, почему есть специализирующиеся компании, которые помогают создавать компании, потому что нет единого ответа для любого. Когда задают вопрос, могу ли я, то есть, как открыть и так далее, все зависит от конкретного бизнеса, от конкретных его предпочтений, с кем он будет работать, сколько будут учредителей, какой вид будет деятельности, с кем он будет работать, за пределами страны или в пределах, ну, то есть, очень много различий, и по каждой отдельно виду бизнеса нужно давать отдельную консультацию. Кстати, вот под этим видео я оставлю ссылку на контакты Айман, да, кстати говоря, очень полезный Инстаграм с какой-то уймой полезных видео, да, обязательно переходите туда, и там можно уже будет либо получить консультацию, да, либо посмотреть видео, которое уже есть, которое, возможно, ответит на ваши вопросы. Хорошо. А что насчет цен? Можно ли как-то примерно сориентировать, сколько сейчас, ну, вот нужно приготовить, например, денег для открытия компании? Что вообще нужно в плане денег? В плане денег самое главное, вы оплачиваете отдельно услуги тех, кто вам организовывается открытие компании, помимо этого вы оплачиваете саму лицензию. Лицензия, опять же, это вот годовой платеж за то, что вы имеете право делать, осуществлять на территории Эмиратов эту деятельность. Если у вас будет местный поручитель, или вы, вот, как я уже говорила, материковая компания у вас будет, возможно, вам придется делиться с какой-то частью прибыли, или договориться с вашим партнером, у которого 51%, либо с местным поручителем. Более того, вам необходимо приготовить деньги на визы резидента, то есть отдельно от того, что вы платите за госпошлину, в принципе, в самой фризоне за лицензию, плюс вы платите еще за резидент-визу свою. То есть это мелкие расходы, которые начинаются от того, что вы ченч-визу делаете, когда вы с туристической на резидент переходите, это медицинское освидетельствование, это медстраховка, это штамп паспорта, это ID, то есть эти все мелкие расходы в целом выливаются в пределах 4-х, наверное, тысяч дирхам, чуть меньше, но это на наши деньги, так, тысячу долларов, да, где-то можно отложить. Визы стоят в зависимости от фризоны, либо это мейнленд, это нужно, опять же, выяснять, сколько, если самая простая, допустим, минимальная стоимость, есть в Северных Эмиратах, это от 13,5 тысяч дирхам есть визы. Если вы делаете фриланс-визу, она немножко дешевле, но она дается только на год, и там свои ограничения по открытию банковского счета очень тяжело открыть, практически можно сказать, что большинство сталкиваются с тем, что им не открывают. Вот, и это самые основные расходы, которые вы понесете, помимо того, что это документы переводить, нужно будет легализовывать, и все это в совокупности, если мы не говорим о легализации документов, допустим, минимальная там цена, где-то она открытия, с учетом самой минимальной цены за услуги, это будет примерно 24-23 тысячи дирхам, но опять же, это я просто, чтобы дать какую-то картину, на самом деле, каждый должен исходить из-за его личных потребностей, это надо отдельно садиться смотреть. Айман, давайте сейчас поговорим о том, где сейчас могут жить прибывшие в Эмираты россияне, украинцы, да, то есть, мне задают такой вопрос, есть ли смысл сейчас покупать жилье сразу или снимать? Вот этот вот вопрос, да, вот непонятно, как на него отвечать, может быть, вы знаете лучшее решение. Ну, если вы уже знакомы с Эмиратами, если вы, в принципе, комфортны, давно задумывались купить недвижимость, и у вас есть, в принципе, не на последние деньги вы покупаете, то я советую покупайте, потому что, ну, эта страна, в принципе, сейчас, учитывая, что все мои клиенты вкладываются, я уже тоже замечаю, что на самом деле сдают, получают пассивный доход, либо сами живут, ну, по-разному, бывает, что некоторые просто вложились и живут, снимают, потому что им так комфортнее, поэтому можно покупать, и даже нужно покупать, это хорошее, как бы, и вложение, и пассивный доход в перспективе, если же у вас, опять же, да, ограниченные средства, и вы получаете визу другим образом, да, и как я уже говорила, если недвижимость 750 тысяч дирхам и выше, то вы можете, в принципе, в земельном департаменте легко оформить на себя визу резидента, но если мы говорим о том, что это, извините, вы последние продаете, сюда приезжаете, не зная вообще Эмираты, не зная рынок, вкладывайтесь, очень будьте осторожны, потому что, ну, сами понимаем, что нельзя быть наивными, этот рынок, и вы вкладываете депозит, вот самое, не нужно это делать в попыхах, да, поспешишь людей, насмешишь, то есть не нужно сейчас только на фоне эмоций своих куда-то вкладываться, в какой-то ажиотаж, вот этот поддаваться эмоциям, и вкладывать последние деньги, там, не рассчитав свои риски, вот этот момент, хочется предупредить всех, что это важно, а так, в целом, недвижимость, это всегда хорошо, и здесь есть различный разброс цен, но, конечно, если вы хотите хорошую недвижимость, ликвидную в будущем, чтобы снимали в последующем тоже, скажем так, достойные люди, платежеспособные люди, вам нужно будет, конечно, большую сумму приготовить, то есть это даже не 100 тысяч дирхам, это 100 тысяч долларов, это больше, гораздо больше. А как насчет вот инвестиций, допустим, человек не хочет уезжать в своей родины, но он понимает, что, например, вкладывать сейчас недвижимость у него на родине, ну, не самое, как скажем так, выгодное мероприятие, есть ли смысл, например, находиться, допустим, в России, и покупать вот здесь жилье, может быть, сдавать его потом, да, насколько это вообще выгодно, да, насколько это быстро окупается, если у вас есть такая информация, конечно. Да, ну, во-первых, самое главное, нужно понимать, что, да, даже являясь не резидентом, не посещая Эмираты, вообще можно стать владельцем недвижимого имущества, можно даже купить это у застройщика через курьерскую службу, подписав документы, отправив деньги, если у вас получится отправить деньги, да, мы об этом, наверное, еще поговорим, вот, то, конечно, это очень популярно, скажем так, большинство людей, моих клиентов, они за пределами страны, они сдают успешно свою недвижимость, у них постоянный приток дохода пассивного, то есть, в принципе, это абсолютно нормальная деятельность, этим все здесь занимаются, то есть, те, кто инвестирует в недвижимость. Хорошо, ну, раз мы уже так нас затронули, тему денег, действительно, а как сейчас оплачивать, допустим, вот человек хочет купить квартиру, да, купить недвижимость здесь, вот эти все проблемы, особенно вот с Россией, я так понимаю, сейчас самая острая проблема, да, как вообще сейчас можно оплатить, ой, даже не знаю, вот и квартиру, и, допустим, даже здесь услуги, вот приезжает человек сюда, он может сейчас рассчитываться какими-то картами в Дубае, как это устроено сейчас? Ну, картами Российского банка здесь, конечно, не рассчитаешься уже сейчас, и, ну, по поводу, как оплатить вообще, люди приезжают с наличностью, да, как они сейчас обходят эти нормы, мне неизвестно, потому что, действительно, со всех сторон ограничения, но я знаю, как, допустим, делают, как предлагают застройщики, нужно понимать, что, как бы, это они заинтересованы, застройщики, продавать, если есть клиент, есть спрос, почему бы им не обеспечить? Это делается, вы знаете, что в Эмиратах, в принципе, в свободном, скажем, хождении, криптовалюты, и, ну, опять же, здесь нужно понимать, что нужно избежать рисков, чтобы не получилось, что сейчас вот у меня были там такие случаи неприятные, когда людям большие проценты за перевод денег, за открытие криптокошелька, то есть уже увеличили проценты, к сожалению, да, то есть это все вызывает такой ажиотаж, повышение цен, поэтому это еще один такой риск, и перевод денег осуществляется через, вообще оплата осуществляется через менеджер-чек, если мы говорим о недвижимом имуществе, поэтому, ну, и, конечно, я сейчас, как видела, делают те или иные там граждане, у кого запреты, это через друзей передают, через другие банки с другой страны, поэтому, пока это сейчас все такое на горячее, такой, знаете, период, я думаю, что это все равно найдет свое решение, потому что есть потребность, и в любом случае, дай бог, что у нас все это решится в скором будущем. То есть сейчас, в принципе, вот прямо вот в эти дни, да, только с наличкой, да, получается, можно приехать, вот, допустим, хорошо, люди пока еще ничего не покупают, просто приезжают сюда, пока по туристической визе, что, только наличные можно сейчас рассчитать? Наличными деньгами вы напрямую в застройщику придете с чемоданом денег и не сможете купить недвижимость, вам нужно будет перевести их в менеджер-чек, то есть есть компании, которые предлагают такого рода услуги, но опять же здесь масса рисков, это деньги, это вы не знаете законы, вы не видите, не читаете документы, не понимаете на английском языке, то есть вы не знаете, какие документы требовать, это вся сделка, вот с такими, скажем, высокорисковыми платежами, транзакциями, она должна быть обязательно под контролем не только вашего риэлтора, но и юриста, вот и сейчас именно такая острая необходимость в понимании процессов и защите своих интересов. Вот если люди иногда переживают, вдруг они наткнутся на мошенника здесь, да, бывают ли здесь вообще какие-то такие случаи, когда, не знаю, заплатил кому-то денег, в итоге у тебя ни квартира, ничего, как вообще избегать, избегать таких ситуаций, бывает ли вообще такое здесь в Эмиратах? Ну, конечно, бывает, поэтому я бы даже сказала, что очень часто бывает, там, где есть деньги, там всегда есть те, кто хотел бы, скажем так, тоже урвать кусок пирога и там навариться, говоря простым языком, но есть, к сожалению, такие факты, и здесь, наверное, ну, обязательно людям нужно быть внимательными, я часто говорю своим клиентам, да, поспешишь людей, насмешишь, семь раз отмерь, один раз отрежь, жадность фраера сгубила, есть молчание, золото, то есть у меня каждый раз приходит на ум, что человек либо где-то там о себе много говорит, и, соответственно, люди прознали, что он с чемоданом денег сидит и предлагает ему какие-то, бывает, что человек поспешил и ошибся, бывает, что он не изучил, да, вот как семь раз отмерь, да, и один раз отрежь, то есть нельзя торопиться в таких вопросах, и поэтому, ну, здесь только полагаться надо на осторожность, на знание законов, надо проверять несколько, допустим, эксперт, вообще все зло же идет от людей, если честно, к сожалению, бывает, что не все вам желают добра, то есть и это надо понимать, и с этим нужно как-то иметь, скажем так, быть, скажем, просчитать все, что ли, нет единого инструмента для решения, для каждого вопроса, просто нужно понимать, что не будьте наивными, вот и все самое, такой посыл, не доверяйте, не будьте наивными. А как вообще сейчас с безопасностью в Эмиратах, вот в особенности русскоязычных, беспокоит вопрос, а не будут ли на меня нападать, если я русский, если я украинец, вообще насколько здесь, вообще сколько безопасно, вот в этом смысле. Да, мне тоже задавали этот часто вопрос в последнее время, как к нам относятся, абсолютно адекватно, спокойно относятся, эта страна, она создала для себя такой оазис, где люди, как только пересекают границы этой страны, нужно оставить позади свои, если вы даже, если хотите делиться своим мнением, делайте это у себя дома, в кругу близких людей, никаких публикаций, хочется именно предупредить людей, никаких агрессивных высказываний в адрес других людей, национальности, религиозных течений, это категорически запрещено, и когда я говорю категорически, я хочу подчеркнуть, что люди могут за это просто быть пойманы на территории, если они пересекают границу, вдруг обнаруживают, что за какой-то свой, как по их мнению, невинный пост, невинные комментарии где-нибудь под каким-нибудь статьей, под какой-нибудь, они понесут наказание, это на самом деле, это страшно, когда люди мне звонят и говорят, я оказался, меня полиция везет куда-то, пожалуйста, срочно, что мне делать, я ничего не понимаю, то есть понимаете, здесь не просто это запрещено, за этим внимательно следят, поэтому, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь нельзя лезть, а во всем остальном здесь прекрасные условия для того, чтобы все национальности, все, скажем, люди с разными взглядами сосуществовали мирно и вели бизнес. Но и при этом ты сам можешь, если что, обратиться за помощью в полицию, если ты чувствуешь, что к тебе какой-то... Это и есть безопасность, которую мы чувствуем, что мы знаем, что никто к нам с какими-то своими суждениями, доводами доставать, оскорблять нас не будет. Это и есть мера, которая нам помогает себя чувствовать безопасными. Какие основные преимущества вы бы выделили сейчас в жизни Дубая, в Арабских Эмиратах? Что здесь есть такого особенного, хорошего? Давайте про хорошее. Хорошее, практически все хорошее здесь. Начиная с того, что вы приезжаете, здесь тепло, люди улыбчивые, добрые, вы всегда найдете себе занятия, это прекрасно, это будь то хобби, будь то работа. Любые специальности востребованы. Очень часто мне спрашивают, а я найду работу? Найдете работу, если вы, ну, я думаю, вам повезет, конечно, здесь только везение тоже есть. И конкуренция сейчас повышается, если раньше были конкуренты, знаете, между определенными национальностями, то есть какой-то поток тех, кого больше, у них их меньше платят. У нас сейчас тоже пойдет, скорее всего, я так ожидаю, что, учитывая, сколько бизнесов открывается, сколько людей сюда переселяются, поэтому работу всегда себе найдете, сможете поднять свой уровень не только знания языка, свой личностный рост. здесь помимо того, что благоприятная среда для ведения деятельности, так еще и погода, атмосфера, международная среда, вы встретите очень много людей, находясь здесь, вы можете себя почувствовать, как будто вы весь мир уже объездили, со всеми перезнакомились, здесь у вас различного рода, скажем, интересы, друзья, и в целом безопасность. Самое главное, это безопасность, мы себя комфортно чувствуем, и можем заниматься любимым делом, зарабатывать, в принципе, неплохие деньги, если, конечно, вы даете исключительный, хороший сервис, то вам всегда рады. Сто процентов согласна Сайман, вот я тоже ощущаю, что тот человек, который ищет возможности, он здесь находит, тот, кто ведет себя культурно, хорошо, он себя чувствует здесь счастливым, защищенным, ничего плохого с ним не происходит, на первый взгляд, наверное, кажется, жизнь дорогой, но при этом, когда ты реально какую-то пользу делаешь, здесь ты работаешь, делаешь бизнес какой-нибудь полезный, тебе возвращается в десятки раз больше денег, чем даже у тебя, может быть, на родине раньше было, поэтому я считаю, что Дубай это реально место возможностей, согласна? Бесконечно еще можно говорить о правилах, о том, как въехать в Дубай, какие есть нюансы, я правда скажу, что очень-очень много всяких мелочей, которые можно обсуждать, для всего вот этого, переходите в аккаунт Айман, который я оставляю под этим видео, там очень много полезной информации, и кроме этого, вы можете записаться на консультацию к Айман, и уже подробнее разобрать ваш случай, ваш бизнес, если вы собираетесь открыть бизнес, то есть на все эти вопросы вы уже можете поговорить детальнее с профессионалом. Спасибо большое, Айман, реально было очень полезно, я очень надеюсь, что и вам было полезно, моим зрителям. Если какие-то вопросы у вас еще остались, напишите об этом в комментариях, напишите, возможно, мы можем что-нибудь еще рассказать вам про Дубай, про Арабские Эмираты, с удовольствием приглашу Айман еще раз к нам на канал. Спасибо большое, было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо.